Добрый день уже. Добрый день. А вот мы сейчас с дочерью читали про Малаама. Господь ему сказал, иди и говори, что я тебе скажу. Но когда он пошел, почему-то Господь на него разгневался. Почему разгневался? А что впереди было? А перед этим-то что было? Развелся нельзя, это что-то как пошел. А что у него внутри было с намерением каким? Ну там не написано, с каким намерением. Он-то шел, уже полностью готовый. Почему упоминает Иудов об этом апостол? Серега любилюбивого Валаама. Придается мзды ко мзде. То есть прибыть-то какой-то надо. Он вошел в историю, в поговорку вошел. И Бог знает его намерение, видит, что он не светится, а тьма идет с ним рядом. То есть он мзду взял? Господь смотрит на внутреннее, а не то, что он пошел. А с чем пошел? Вот нас Господь поднял бы с постели среди ночи-то. Крайне мы нужны где-то. И пешком идти через весь город. Он-то шел на полную неизвестность. А там, с другой-то стороны, ему предложили дары большие. И он уже прельстился этим. И Господь видел его внутреннее и прогневался на него. И он начал благословлять. И поэтому в Аллах сразу, я призвал проклинать, а ты благословляешь. И он уже тогда начал. И он заплатил дорогую цену за это. Когда Израиль дальше двинулся завоевывать земли, и он был убит. Но, вот мы говорим, рождественская звезда, дети ходят со звездой. А ведь это речь идет о том, что он, пророк, видел, вижу, звезда высходит от Якова. Но не близко. Не близко. Как раз Моисей вел это где-то за 600 лет примерно. Он видел эту звезду восходящую, то есть Христа. Христос говорит, я есть звезда утренняя и светлая. Пророк Божий за деньги, как сегодня, епископ, митрополит, петриарх. Сколько упреков за это, за эти их дачи, за эти яхты. Высказать невозможно. То ли они не видят, то ли неверующие. По крайней мере, меня упрекнули, но могу сказать, может, около тысячи человек. Мусульмане разные, которые никакого отношения к нам не имеют, а уже знают, что они вот так-то живут. Он исправляет все, все за деньги, все за деньги. Вот вчера-то и ко мусульманам разговаривали. А вы мне скажите, почему у вас стариков не любят? Как не любят? У вас дома престарелых. Все, я уже ничего дальше не говорю. У нас ни одного нету. За тысячу лет ни одного дома престарелых нету. Отец, мать болеет, я на коленях перед ними стою, ноги целую. Вот так. Теперь у вас детдомы есть. У нас ни одного детдома нету. На всю страну. На миллиард двести миллионов мусульман. Ни одного детдома, говорит, нету. Я, допустим, не могу подтвердить это, но раз говорит. Ну что у нас-то есть, это я знаю. Вы никого не любите, кроме себя. Ни старых, ни малых. Все. Наш Бог лучше вашего. Ваш Бог вас не учит этому ничему. Получается, что миссия, которая Богу принадлежит, попы взяли на себя. А теперь, получается, ради вас хулиться имя Господне. И Господь видел его состояние и прогневался на него. Он даже ни слова не сказал. Он пошел неощущенный. Если бы он возопил к Богу, упал и сказал, Господи, мысль ко мне такая пришла. Прости меня, Господи, я пойду, прости. Вопрос был по-другому. Он просто повратил оглобля, а внутри то же самое. Но он пророком был, Валаам? Да, пророк настоящий Божий. Люди, которые не понимают и думают, что Валаам это откуда. Он говорит, вижу. Падают с открытым оком. У меня книги названы «Открытым оком». Ты ее отсюда взял? Это пророк. Вот он Валхалаванин написал. Пророк Божий. Пророк Божий, кем он стал? Его к нему-то пришли не случайно. Его знали, что он такой? А написано, что он Валхаванин занимался. Ну что же. Это считается из Персии, поэтому его волхвы пришли, которые пришли поклониться Христу. И он зато так и считает, что они шли из Персии. Это были как бы потомки Валаама. Тут дело непростое. Да, пророк такой. По-нашему золото, ладан смирно. Что? А тут глубокое понимание. Золото как царю, ладан как первосвященнику. И смирно как готовому умереть. То есть, в дарах заключалось. Спаси Христос. Слава Иисусу. Так, еще кто есть? Тогда я отхожу. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.